С конца 19 века члены семьи Шутовых-Власовых не видят себя нигде, кроме педагогики. Началась трудовая династия с Александры Власовой. Она работала гувернанткой у барыни Аненковой. За хорошую работу с детьми госпожа подарила Павлопосадский платок и фарфоровый чайник. Теперь это семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. И даже через 100 лет потомки Александры Власовой продолжают выбирать профессию учителя. У нашей прабабушки была дочь Елена Власова. Она тоже продолжила нашу династию в Вишкаемском районе. Работала учителем 42 года. Затем династия передалась ее дочери Маргарите Васильевне и сыну Николаю. Жена Николая тоже была в педагогической династии у нас. И моя бабушка Маргарита Васильевна Власова передала свои педагогические навыки своей дочери Шутовой Ирине Алексеевне. А я уже приняла все к себе и тоже решила пройти по этой дороге. Большое внимание педагогики уделяют и в семье Елены Власюк из республики Коми. Ее папа и мама оба из педагогических семей. Начало их династии исчисляются с конца 19 века. Сама Елена по образованию политолог и юрист. Но когда в ее селе понадобился учитель истории, она без сомнений пошла преподавать. Продолжательницей династии готовится стать и ее 12-летняя дочь. Ребенку у меня 12 лет. Она у меня очень творческая. Занимается, кстати, как и наши педагоги в нашей династии, пулевой стрельбой она занимается. Очень любит рисовать, занимается музыкой на гитаре. И мы тоже шутим, что каким учителем ты станешь? Музыки, рисования, может быть по стрельбе будешь тренером. Она говорит, нет, я русский язык люблю. Я, наверное, буду учительницей русского языка. Старейшие педагогические династии со всей России собрались под крышей одного из старейшего педагогического вуза страны. Их поприветствовал в дистанционном формате министр просвещения России Сергей Кравцов. Елена Власюк привезла из родного региона альманах с династиями Республики Коми. В разговоре с Сергеем Кравцовым она предложила создать такую же книгу в бумажном формате, в которую войдут представители всех педагогических династий России. Татьяна Шутова из Ульяновской области предложила в год педагога и наставника учредить конкурс или премию для пят династий. Инициативу поддержали в правительстве региона. Министр просвещения одобрил обе идеи. Повести всероссийский конкурс педагогических династий с вручением переходящего кубка. Кубок предлагаем мы сделать из нашего камня Симперцит. Он встречается только в Ульяновской области, больше всего нигде нет. Там будет возможность нанесения на кубок фамилии. Поэтому мы переходящим в этот конкурс проводить, наверное, будет правильно раз в пять лет, поскольку изменения педагогических династий за это время происходят. Кто-то заканчивает институты, кто-то женится и добавляется в семьи. Пленарная сессия прошла в аудитории великого русского педагога и просветителя Константина Ушинского. Ее торжественное открытие прошло накануне мероприятия в присутствии почетных гостей, педагогических династий, народных учителей России и студентов вуза.